Рустаму Якимчеву недавно исполнилось 18. Его мама тяжело заболела, когда Рустама было всего 5 лет. Потом ее не стало. Отец парня Грек. Сейчас он живет на своей исторической родине и, скорее всего, не знает о существовании сына. Когда Рустам остался без родителей, ему пришлось жить у бабушки, а потом в детском доме. Сейчас Рустам живет у родственников. В небольшом частном доме ютятся 6 человек. Вот этот дом – это единственное, что осталось от матери. Его наследство здесь всего лишь 2 комнаты. Но жить в них все равно невозможно. Ремонта там совершенно никакого нет. Сейчас Рустам может распоряжаться своей жизнью сам. Планы грандиозные. Одно мешает – жить негде. Дом того гляди развалится. Учиться дальше хочу. Чтобы жилье было где, мало ли чего. А так учиться. Учиться, работать и продолжать жить. Жилье сирот до наступления их совершеннолетия в надлежащем состоянии должен содержать город. Органы опеки исправно составляли ежегодные акты осмотра, в которых говорилось – жилье пригодно. Между тем дом Рустама разрушался. Мешалась прокуратура, обратилась с заявлением в суд. Димитровградский городской суд, выслушав доводы прокуратуры города, посчитала, что действительно исковое заявление, оно обосновано, основано на требованиях закона. И обязала администрацию города Димитровграда в лице комитета по управлению имуществом провести необходимую ремонтную работу. После суда в комитете по управлению имуществом города проблемой занялись. На сегодняшний день подготовлен проект постановления главы администрации о проведении капитального ремонта. Сейчас комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству будет осмечивать данные виды работ, которые необходимы там будет провести. После этого будет размещен в порядке установлен 94-м законом о госзакупках тендер на проведение соответствующих работ. Ну и после заключения муниципального контракта, как погодные условия нам позволят, работы начнутся, капитальный ремонт там будет. Меры принимать начали, но только после решения суда. Да, все бы ничего, но случай Рустама в городе не единичный, хотя и один из первых, который дошел до суда. Прокурорская проверка продолжается. Татьяна Баловна, Евангелика Боровинок, новости Димитровграда.